вот сюда ты хочешь пролезть а зачем ты хочешь чтобы мы сняли сейчас как ты застрял и кричишь а на помощь или ой сейчас будет хорошее видео всем привет у нас сегодня видео первое в своем роде раньше мы не делали такие вещи это топ и сегодня топ сабвуферов мы наверное продолжим эту идею будет у нас топ магнитол топ среднечастотников и так далее начать решили сабвуферов потому что это наиболее интересная тема для всех и сразу оговорюсь топ у нас не заключается в том какой сабвуфер лучше или популярнее топ основан только лишь на продажах в магазине loud sound если мы сейчас начнем разглагольствовать какой там сабвуфер лучше или популярнее был вы с этим сможете поспорить а это просто голые цифры но цифру я вам называть сегодня не буду это коммерческая тайна порядок только цифр скажу речь идет о тысячах сабвуферов продажи взяты за 2015 год и стоит учитывать то что некоторые сабвуферы у нас не весь год продаются появились там концу года или к середине поэтому не надо здесь воспринимать этот топ как какие-то сабвуферы продаются лучше какие-то хуже но определенное понимание о том что продает наш магазин вы будете иметь к тому же мы прикрепим в видео наиболее ярких инсталляций в которых эти сабвуферы стояли и начнем с 20 место на котором у нас расположился пионер который у нас был не так давно на тесте десятка у нас было и других сабвуферов мы не продавали только десятые несмотря на предназначение чисто с кьюш на этого сабвуфера его очень многие люди умудряются использовать и в спельных инсталляциях валят за них так что салон пытаются вы пытаются развалить конечно этот сабвуфер не позволяет создать там какую-то избыточное звуковое давление в автомобиле если вы конечно полный салон их не напихаете но много примеров видео есть где люди с двух двенашек валят и там снимают это на видео также мне очень понравилось на официальной странице youtube компании пионер раша такой тест где они попытались убить сабвуфер они его убить там не смогли и заключение было просто феерическое не могу его не прикрепить ну что александр получилось сжечь сабвуфер как вы видите сжечь этот сабвуфер просто невозможно он живучий более чем в помощи в общем очень прочный сабвуфер сабвуфер стоит от 5 до 6 тысяч и продается в основном таких магазинах как эльдорадо м видео юмор ты и так далее немножко не наш профиль но мы занялись этими сабвуферами ну что эту нишу тоже надо закрыть очень часто спрашивают какой-нибудь простенький сабвуфер сабвуферная скилл и наш тест показал что собран этот сабвуфер очень качественно играет он очень приятно очень положительные о нем отзывы поэтому его можно встретить и в нашем магазине несмотря на то что это совершенно не наш профиль девятнадцатое место продаж dd digital designs 212 это redline да по моему серия эта серия redline новая dd которая появилась по моему прошлом году только неплохо их продали в 2015 году и продали бы больше но dd нет у них хрена как обычно привозят маленькими партиями и сейчас насколько я знаю вообще их трудно найти ничего не могу ни хорошего ни плохого сказать про сабвуфер обращение по гарантии не было сломали их мало тоже сабвуфер больше с упором на такой на обычный повседнев не громкий добротный хороший собранный саб в цене тоже от 5 до 6 тысяч есть в интернете видео где пепельница прыгает по такому сабвуферу и не знаю если честно что тут демонстрируют крутизну сабвуфера или не крутизну пепельницы мне сразу вспомнилась двенашка эдика на двух и файк и сто четыре спирт 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 вплот ахахахаххаха 18 место коля термит сейчас обрадуется потому что мы покажем его машину. 18 место занимается буфер Kix Pro 300. И Виталик обрадуется. Kix Pro 300 занимает 18 место, и вот из всех инсталляций таких наиболее ярких, наверное, стоит выделить Колин Cherokee, в котором он на вот этих вот достаточно бюджетных сабвуферах ушел за 160. Сейчас забомбила прямо у Антохи так мансово, потому что у него тоже стоят эти сабвуферы. Ну там нету у тебя ни хера 160, нету же Тёма у него 160? Нет. А он в порт датчик любит засовывать и показывает. Ладно, Антоха, я подъебу. Ну, ребята, мы не можем, мы не всех видели, но вот наиболее яркие инсталляции, наверное, у Коли, Cherokee была в Cherokee. И вот в Токиной двенашке еще стоят. Стоит этот сабвуфер сейчас от 8 до 10 тысяч. И в принципе, ну, про него сказать что могу, не ведитесь на вот этот большой магнит, это не магнит, это облицовка магнитной части, сам магнит там гораздо меньше. То есть маркетологи здесь очень хорошо постарались, выглядят сабвуферы очень внушительно, но если вы разломаете вот эту облицовку, там магнитик будет поскромнее. 17 место Soundcubit HDC 3.112. Тоже вместе с DD нам приходило их много, много попродавали, потом они пропали, их трудно купить. SQ принадлежит Digital Designs, этот бренд. И в принципе, как и DD, это вот этот хороший сабвуфер, и цена на него приемлемая, вменяемая абсолютно. Ну, тоже очень большая трудность такие сабвы найти, сейчас единицы, и в основном вы, наверное, бэушные только найдете. 16 место Sundown Audio E-серии, и здесь объединены тоже двенашки-пятнашки, как по остальному рейтингу у нас тоже сабвуферы я пообъединял все, потому что разброс был по местам, где-то лучше двенашки, где-то пятнашки. В сумме E-серии продано столько, что в нашем магазине они занимают 16 место. Из ярких инсталляций, наверное, стоит выделить четырку медведей, которая так достаточно некисло ломала крышу. Не знаю, есть ли там вибра на крыше, но многие видели вот это видео. У них стояло шесть таких сабвуферов в гробу. Я могу ошибаться, где-то я читал, что, по-моему, пять, но я сам лично слышал эту четырку в Ростове. Чуть не убили меня тогда верхами. Они приехали с верхами тогда, ну, видимо, рез подняли. Но есть видео, где она ломает стекло. Много видео про четырку, достаточно популярный проект. Ребята работают в студии Медведь, и вот собрали такую четырку. Заслуживает внимания. Отдельного респекта заслуживает за то, что сабвуферы достаточно бюджетные. Я не знаю, если честно, какая, не помню, какая сейчас на них цена. Они были в районе 5-6 тысяч, 7, ну, там, с подорожанием и не успеваю за ценами. Но это бюджетный саб и много от него не получишь. Ну вот в инсталляции с шестью штуками достаточно внушительно получилось. И ветер был, и потом, когда я слушал, настройка была высокая, достаточно круто убивало. 15 место Pride Car Audio T-serie. T-serie, как только появилась, могла бы стать очень серьёзным конкурентом Audio Extreme, UGR-serie. Ну, к счастью, наверное, Pride'овцев на тот момент не было вообще этих сабвуферов. И они так стремительно ворвались в ценовой сегмент от 18 до 25 тысяч. Ну, разные цены были на сабвуферы. Были сабвуферы первой серии версии, второй версии, сейчас есть третья версия. Одна из самых ярких к инсталляции на таких сабвуферов – это Данилы Сорокина, который ездил на белой тренажке с двумя восемнахами. Он у нас тоже покупал железо. И сейчас у него Volkswagen Caddy с BP, и там стоит 12 таких двенашек. Фэнт-гелл, а тыvertешь на Катыни. КОНЕЦЕРАННОЕ ТАКТАКЕЛЛЯ ЭПИЗАННОЕ СОЛЬТАКЕЛЛЯ КОНЕЦЕРАННОЕ СОЛЬТАКЕЛЛЯ КОНЕЦЕРАННОЕ СОЛЬТАКЕЛЛЯ ТАКТАКОЛЯ результатом переваливать за 160 децибел на 26 герцах кто понимает о чем речь понимает о чем речь это ну конечно гена битюцкий у него стоят самые первые прайды первой версии уже стоят хер знает сколько лет их с ними уже что только не делали там и вливали в них мощность и выливали на них пиво калину эту вишневую знает весь пятигорск и вся россия наверно он всех за своими дверьми на соревнованиях они вот это откроет вечно двери багажнике она орет окна на площадке что стоять рядом очень больно на фронте у него стоит loud sound f13 динамики на metal stick 12 пар очень громко на самом деле очень много инсталляции с той серии я сейчас не могу все всем вам показать про все рассказать много продано сабвуферов и в отличие от той же с серии ну я сужу по нашему магазин с ними не было особых проблем никогда никакого брака и если эти сабвуферы полили ту полили исключительно по по глупости или по безбашенности хозяев 14 место урал а к 12 а к 12 это автомат калашникова образца 2012 года что общего между сабвуфером урал а к 12 и автоматом калашникова пока 12 ничего поэтому про сабвуфер я не знаю что сказать на самом деле больше упор на из киу и тоже не хорошего неплохого про сабвуфер сказать не могу не возвращали нам их много развалить такой сабвуфер очень просто и глупо очень глупо вставить его в инсталляцию где вы хотите получить какое-то давление в автомобиле просто обычный скишный сабвуфер занимает свое достойное 14 место по продажам и мы переходим к тринадцатому месту на нем мы остановимся чуть более подробно на тринадцатом месте аудио экстрим серии гр это сабвуфера я про них могу отдельный снять эпизод отдельный обзор и могу про них рассказывать час я участвовал лично в тестировании образцов этого сабвуфера опытных я спалил я не знаю сколько этих сабвов не буду врать больше десяти то есть их дорабатывали с моей подачи я показывал при каких режимах от форде я часто мучил очень очень много их у меня погорелая показывал как горит как что там рвет ломает и вот доработанные версии на самом деле есть видео у меня на канале где я форде езжу мучу жестким клипом сумасшедшей воню эти сабвы они не дохли вот сейчас я его жарил кока-колой он отыграл три трека он еще не сдох но колпак реально раскаленный я не знаю что там за катушка стоит его дотрагиваться вот реально больно горячо очень ну вот видите да ну к сожалению это можно было сказать не про все сабы не было тогда такой стабильности как бы этот сабвуфер мне запомнился тем что он они отличались вот первые версии они были как как сказать разной стабильности все не было такого единого единой мощности какого-то единого режима я мог спалить этот сабвуфер за час мог за 10 минут и следующей версии пошли уже более грамотный это был тринадцатый год и мы хорошо их застали и тринажка стала популярна именно на таких сабвуферов 8 12 мы поставили и они прожили практически все время до установки стены все помнят это видео когда когда магнит уже просто не выдержал магнит лопнул ферит за столько времени скорее всего это потому что я на морозе их тоже мучил есть видео где в минус 25 включаю машину очень сабы получили получали очень круто и подклеивали губы вот единственно что было подвес подвесы отрывала так вот одни положительные эмоции датюма тринажки слушали очень круто очень круто играли и очень громко и и вас такой шикарный эти же сабвуферы стояли увидеть эмоции ford x max они же стояли в бусе дима аборин поля басмагаз белое облако тринажка вот это который тоже достаточно внушительные результаты с 1 с 1 динамика были очень много людей когда появились аудио экстрим очень много людей поставили друг стрим тоже просто потому что на тот момент не было ничего похожего было но стоило дороже или не было в наличии вот сабвуферы тоже очень стремительно заняли вот эту нишу стоили они тогда от 14 до 18 тысяч прошло три года и сейчас если бы эти сабвуферы были новые я я боюсь они стоили бы в районе 25 28 тысяч в общем аудио экстриму нужно отдать должное это это целая эпоха была в российском автозвуке в спеле 12 место кикс про power 381 d 15-дюймовый саб с 4-дюймовой катушкой самая яркая инсталляция с ними то она пская к она до вильно и там насколько я знаю собой выходили из стоя бывало их восстанавливали они опять выходили на самом деле если вы купили этот сабвуфер там есть проблемы с шайбой с подводящими если вы устраните сразу эти проблемы они будут у вас работать вечно неплохой сабвуфер но вот с врожденным косяком и если вы купили его новый желательно сразу отдать мастеру 11 место pride bb ценовая ниша между прайдом low cost и прайдом т прайд решили все ниши занять бб на самом деле тоже достаточно качественный сабвуфер практически то же самое что ганнибал x мы сравнивали и по давлению по надежности не знаю как по качеству звука там даже пытаются там какое-то качество баса услышать это зависит от очень многих других факторов мне лично кажется ну ганнибал x мне приятнее было сколько я слышал таких инсталляций ббшка она на верхах показывала больше большее давление x играл чуть ниже в общем ну вот эти сабвуферы как бы бодались много из запомнившихся инсталляций этот паренек абрамс чалтеря на белой семерке который выступал седанах и у него достаточно внушительное давление было на низах с этих сабвов с багажника сабвы хорошие по продавали тоже их много и занимают они у нас вот подсчет на 11 место а 10 занимают тоже прайд и это а б серия и она заняла бы гораздо более высокое место если бы они появились чуть раньше продали бы больше но поздно появились хорошие сабвы бюджетные тоже беспроблемные никаких особых косяков не замечено за ними ничего великого выкнутся соответственно в этом ценовом сегменте ничего великого быть и не должно девятое место альфар дэвбон тоже был отдельный обзор пройти сабвуфера я про них еще столько же могу говорить стоит сказать что самые самые громкие инсталляции россии собраны именно на дэвбонс основные все рекорды самые самые крутые самые жесткие инсталляции собраны на дэвбонсах почему если вы сейчас спросите я скажу что это самый неубиваемый сабвуфер вот из всех что я знаю есть сабвуферы которые с ними поспорят но боюсь споре проиграют с ними глупо сравнивать там ground zero plutonium не знаю про этой серии да он попроще то есть сабвуферов такого уровня такой прочности и настолько распространенных при их достаточно высокой цене в россии очень мало первые дэвбонс и приходили ручной сборки 1 дэвбонс выпала честь мне потестировать и он до сих пор у нас получил я его лично из рук дениса вихляева на саревках есть даже такое видео у меня решил удивить дал сабвуфер горит на потестируй потестировал и так себе оставил ездил потом с ним форде он у меня ford шатал сейчас он стоит в тренажке сабвуфер на самом деле неубиваемый форде я с ним что только не дел в клипе вливал при жесткой просадки там десять с половиной вольт по моему было вливал ему 78 киловатт в один сабвуфер вы представляете да ну какое-то давление сумасшедшие каждый усилитель тогда это а е 3 500 и стояли каждый усилитель работал в 0 175 ом частота 50 с двух усилителей дэвбонс 15 152 и 8 при достаточно скромном питании при вот таких режимах этот сабвуфер выжил перекочевал в тренажку отъездил в тренажке в тренажку сейчас трехдюймовый сабвуферы ставили для увеличения результата и вот эта четверка у нас лежит в магазине до сих пор мало таких сабвуферов которые вот такое могли бы перетерпеть это были дэвбонсы ручной сборки сейчас приходят серийные они не хуже надо сказать они тоже вот тренажки постояли никаких косяков с ними нет отличных сабвы продаются по ремонту проблем нет но убить их тоже это в основном они умирали на при таких при самых уже безумных замеров при финалах при рекордах про сабвуфер можно говорить долго но вы должны понимать одно скорее всего это самый прочный сабвуфер в мире вот не больше не меньше я уверен что есть кто поспорит но таких сабвов единицы дэвбонс занимает у нас девятое место а восьмое sundown с а сейчас жаба задушит несколько сотен людей которые чьи инсталляции можно показать я наверно покажу только до джрам гришин я покажу ведь умоться вот сабвуферы на самом деле целую эпоху создали гриша создавший потом вот этот вот демокар в студии дистайл аудио а вот этот оранжевый джрам тридцатью двумя такими и со и сашками 12 калибра потрепал много волос сломал очень очень многим людям психику своими 20 там не знаю какими вторыми колесами эксклюзивными крутой покраской вот этим вот нереальным коробом каким-то измерения и а это что на там все было достаточно скромно собрано да потом это все люди как бы начали разбирать и начали вот это как всегда там это все было он это и времена были какие тогда немного было инсталляции такого уровня гриши надо не за эту не за этот автомобиль отдать должное за то что он вообще вот вот эту эпоху целую сделал вот это вот армию фанатиков без привлечения были фанатики team sundown раша они до сих пор есть они верны какой-то вот идеи идеи бренда я не любитель привет отдавать предпочтение какому-то бренду там и слепо занимать и забивая на другие но это действительно люди были объединены общей идеей и тогда на рынке это были там 10 11 12 года тогда на рынке практически ничего похожего не было может там д д какие-то которые стоили кратно дороже и гриша вот так с успехом залетел на рынок автозвука и очень очень много многие достижения российского автозвука российского спеля сделан именно вот благодаря григорию кашину чай вот этот вот был доджрам ну и конечно ведь амот не знаю почему именно он не запомнил почему не видимо от запомнил ведь амот у меня до сих пор ассоциируется sundown аудио он тогда вспомнишь тема с пеной это доказывал что сандалии у него ни разу не горели он и сейчас это говорит я у него послушал огонь было я уверен но поменял пару сабов это только догадки ну валила там тоже от души и он долго сравнивал эту приору с тренажкой не давал ему покой успех тренажки вроде у него как валила сильнее не знаю насколько долго валила результатом был неплохой за 155 вроде децибел сколько на постоянку он там валил не знаю есть очень много красивых видео где он треплет девушкам волосы парням нервы потом он поставил себе в новый проект уже аудио экстрим гр12 ford с max который последствий поставил и ашел 12 с это последователи шел в 12 и 15x такие были сабвуферы с аббревиатурой x было еще и десятка вот с ее уже не было и надо признать что с были по слабее чем x 1 15 x 12 x 10 x больше было обращение по сгоревшим сабвуфером ну в общем прочность была ниже чем у предшественников но они были позже сняты из производства им на смену пришли иксы которые занимают у нас шестое место x 12 x 15 огромное количество инсталляций их очень много продано сабвуферов и только в нашем магазине но и по всей россии пашу повара многие знают вот недавно мы показывали как у него шатали эти сабы шапа ставил себе иксы в четверку приора альфардовская демокар там стояла 8 пятнашек и помните да как у нее срывало заднюю крышку в общем вот x на мой взгляд это один из самых удачных сабвуферов к сожалению сняли с производства очень качественные удачные сабы были очень хорошие кпд и вместо них сейчас пришли новые дев бонса бюджетные их у нас в рейтинге нет просто потому что они у нас появились очень поздно и в рейтинг уже не попали 5 место тема угадай кто на пятом месте да сходу давай первый бренд который нет ни газе газе у нас нету вообще почему у нас нету газе в параде урал кто сказал урал приз узи выдай не кидает него больше хуйку он заслуживает пятое место урал а sb 12.3 один из самых популярных сабвуферов в россии чего это очень много их погибло в чего оформление один погиб у нас в магазине не один у нас магазине погиб видео мы снимали сравнивали ему на живучесть с магнумом с которым они были в одной ценовой категории да вот так бизнес такой херово зарабатываю зарабатываю человек который сабами занимается говорит индукцию проверять и этот урал тоже целая эпоха автозвука это один из самых прочных из самых дешевых сабвуферов наравне с мистери мо 12 и не было бы у него такой популярности если бы мистери мо 12 не исчезла с рынка не знаю где достать сейчас мистери мо 12 а урал и по-прежнему продаются впоследствии мы получили двухомную версию первые были 4 плюс 4 позже пошли 2 плюс 2 он по-прежнему остается одним из самых продаваемых сабвуферов потому что цена очень заманчивая и часто люди не переплачивают за большую прочность тот же магнум можно купить да он будет прочнее останавливаются на уралах и они свое дело делают инсталляции с уралами копейка с краснодара на уралах и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Однако, несмотря на это, четвертое место занял Pride LC За первое, второе, третье место никто не боролся, потому что все три сабвуфера одной компании, компании Alphard Третье место Gannibal SD, которые чисто SQ-шные Ну идите вы нахер за своим SQ, сказал Стас Певтий и сделал в Qashqai 6 штук и чуть не разломал лобовое, или даже разломал Интересно, там лобовое имя сломано или оно просто лопнутое было? Субтитры сделал DimaTorzok Круто и валит с SD-шек Второе место Gannibal FX Самая распространенная модель тоже по продажам, вот в среднем ценовом сегменте Просто потому, что и навалить на них можно достаточно громкие сабвуферы И по качеству, то есть пошли и в инсталляции, где средненький повседнев и выше среднего громкость Ну такие универсальные сабвы Сабвы до сих пор в продаже, они доработаны, у них улучшилась стабильность, улучшилось качество сборки Сабвуферы отличные, до сих пор вы можете купить их И на первом месте Magnum Я не думаю, что кто-то сомневался Это сейчас самый популярный сабвуфер в России И безумные инсталляции на них собирают И в домашнем автозвуке их применяют И в антиавтозвуке их очень много Они очень доступны по цене Они очень качественные Ну не на эти деньги Качество превышает стоимость То есть они вышли за этот сегмент И на самом деле сабвуфер неубиваемый У нас был краш-тест Он был после ремонта, надо признать Нам много писали, что скорее всего его перемотали И он стал еще лучше Но сабвуфера конструкцию вы не можете поменять Вы можете чуть более качественную проволоку какую-то взять, лак Но смысл остается тот же самый Сабвы реально неубиваемые И мы, когда их продаем людям Даже видим, там неопытные люди Понимаем, что этот сабвуфер прощает Он будет долго вонять перед тем, как сгорит Тренажка в новом исполнении со стеной Была испытана именно на вот этих сабвуферах На 5 штуках На магнумах 15 И давление тогда перевалило за 154 децибела С магнумов И это можно было слушать Сабвуферах 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 Ага И стоимость, то есть все отлично И вот магнум заслуженно занимает у нас первое место Вот они 20 сабвуферов, которые продаются в нашем магазине больше других И если вы посмотрите в других магазинах, там будет совершенно другой рейтинг Кто-то вам начнет сейчас говорить, что ДД лучше всего продается Особенно если его Сергей Туманов зовут Эдик, наверное, сейчас сидит и аж подпрыгивает от бомбежа И говорит, нет, Райт лучше всех продаются У Эдика продается плохо Альфард, надо это признать Вот, ну, поэтому в разных магазинах Рейтинг будет разный Надеюсь, наш рейтинг вам понравился Если он вам понравился, вы знаете, что вам делать Если вы это сделаете все качественно У нас будет следующий рейтинг про что Следующий рейтинг выйдет, если ВКонтакте Вы поставите 5000 лайков И столько же на Ютубе Переходите на Ютуб, там тоже лайкайте Тогда быстрее мы снимем следующий рейтинг И ВКонтакте у нас будет голосование Что обозревать следующим Магнитолу, усилители, среднечастотники, меды За что больше проголосуют Такой топ мы снимем следующим Я надеюсь, видео вам понравилось Обязательно подписывайтесь Там, вот смотрите, что вы пропускаете Кто не подписан, у нас Храмер уже почти готов Тема сидит сейчас там И такой, Саша, давай быстрее, надо Храмер заканчивать Субтитры сделал DimaTorzok АК 12 2012 года Его еще дядя Миша показывал Сказал 912 года Да как я мог такое сказать В натуре образца 2012 года А как я мог сказать 1912, а Титаник утонул На *** изобрели автомат Калашникова Если я сказал 912, извините 2012, Кузя говорит Как я сказал 912 года Долго сравнивали эту прибору С прибором Прибора Какой на *** что тут за *** я тут наговорил, а? Да нет, тут вообще какая-то *** Я пропустил тут *** сколько *** род 12 место сказало Сандаун аудио, он вообще не *** я перепрыгнул тут Ой *** Сука, тут пол видео заново надо Я тоже, кkur enfночил тут Ипсер 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 Ипсер